добрый вечер коллеги как меня слышно поставьте пожалуйста плюсики чтобы я понимала что меня хорошо слышно звук нормальный или скрипучий это важно слышно отлично как как звук идет хорошо или нет напишите хорошо или нет потому что для меня это важно жду люди пишут что меня слышно отлично ну во-первых я рада вас приветствовать очень хорошо отлично все замечательно у меня бизнес молодость веселит все время не то что веселит а действительно подбадривает потому что бизнес молодость дает такую энергию какие-то такие фишки необычные поэтому не просто так поставил вам эти видео потому что знаю что у кого-то есть разочарование по отношению к этому году который уходит который вот-вот прям скроется даже вот видите картинку вам нашла что он вот-вот скроется совсем чуть-чуть осталось буквально меньше двух недель до нового года кто-то например считает что не достиг всех целей которые он хотел достичь но это не беда важно совершенно другое важно действительно определиться самим собой определиться что внутренне у вас происходит и как говорится побороть или ту лень как сказала бизнес молодости или тот фактор каких-то недодействий недоделок и просто заново стартануть и так сегодня мы с вами поговорим об анализе показателей и подведение итогов 2017 года и немного поговорим о планировании 2018 года почему мы будем мы больше сегодня уделим внимание конечно же на 2017 год потому что всегда нужно начинать с чего-то всегда нужно начинать с той точки отчета которая есть сейчас и для кого-то это высокие показатели а для кого-то это более низкие показатели это не имеет значения имеет значение от вашего решения имеет значение чего вы хотите вообще даже внешние факторы практически не влияют на наш рост. На наш рост влияет только мы сами, только наша решительность и наше стремление. Итак, давайте с вами перейдем, и сегодня мы прям вот углубимся. Вы знаете, наступило время сейчас, когда записывай все. Я знаю, что кто-то ведет ежедневники, кто-то не ведет ежедневники, но вот сейчас как раз то время, когда нужно записывать все. Во-первых, идет суматошная подготовка, вот по-другому никак не скажешь, к новогодним праздникам. Я по себе это знаю, что действительно идет суматоха, и помимо работы, и помимо бизнеса, есть еще домашние дела, их огромное множество. Здравствуйте всем, кто к нам еще присоединился. Сейчас как раз самое то время, когда нужно сделать настолько много, много действий и тех, которые не доделали за год, например, по отношению к семье и дому, тех действий, которые не доделали, например, по отношению к бизнесу. И естественно, у всех, я думаю, что практически у каждого второго, когда проходит Новый год, мы его дольше ждем, чем он проходит. Он раз, и как один миг происходит, но потом наступает время вот этой расслабухи, по-другому никак не скажешь, потому что как будто бы ты вступаешь в новый мир, в новые ощущения, в новые какие-то достижения и в новое что-то, в новое. И в этот момент мозг настолько расслабляется именно в новогоднюю ночь. Вот я думаю, что каждый из вас, вот у кого расслабляется мозг в новогоднюю ночь, поставьте мне, пожалуйста, пятерочки. У кого нет, у кого продолжает мозг работать, поставьте двойки. Прям вот хочу от вас это услышать, но вот у меня происходит так, что у меня мозг расслабляется, ибо у Лидии Алексеевны получается, что процент. О, надо же, у некоторых не расслабляется. Какие вы молодцы. У меня расслабляется мозг настолько, что я иногда в Новый год уже не помню, где что лежит. Поэтому я взяла себе на заметку и рекомендую вам обязательно это сделать. Когда вы переходите в другой год, очень здорово, если вы уже пропишите те планы, которые, те задачи, которые вам необходимо сделать в новом году и в этом году. Тогда вы однозначно в этом году ничего не... Я словно в другой мир попадаю. Вот, вот, Лидия Алексеевна, правильно. Вот у меня тоже такое ощущение. Но смотрю, что у многих немножко по-другому. Поэтому сейчас время все записать, чтобы ничего не пропустить до конца года. И чтобы ничего не пропустить именно в новом году. Поэтому рекомендую, прямо сейчас заведите, если вы еще не вели как ежедневник, заведите, начните записывать. Иначе потом, знаете как, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, за то, что вы действительно, я не мучил позор, как там дальше, не помню, учила в школе. Итак, время записывать все, чтобы отмечать галочками и успеть все. Это первый момент. Второй момент. Хочу сейчас вас обратить внимание, что у каждого должен был быть план на 2017 год. Те, у кого был план на 2017 год, поставьте мне, пожалуйста, единичку. Те, у кого не было плана, поставьте ноль, пожалуйста. Это не проверка на вшивость, это не проверка... Настя, ну как это у тебя не было плана? Да навряд ли. Ох, вы даете, удивляете меня. Ладно. Значит, у вас не было плана на 2017 год, поэтому необходимо сделать обязательно план на 2018 год. Надеюсь, что у вас есть план по закрытию каталожного периода, потому что это очень важно. Вы знаете как? Те доходы, которые вы можете получать, те достижения, которые вы можете достичь, все зависит от плана, все зависит от вашей цели. И мы об этом очень много и очень часто говорили. И это очень важный фактор. Если вы не ставите цель на год, то вы не знаете, куда вы идете. Это, знаете, как перевести, если в жизнь... А, все, поняла, отошла от плана, но зато был. Потому что если отойти, если план не совпадает с фактом, это немножко другое. Это мы как раз сегодня поговорим, с чем это могло быть связано. Почему план не совпал с фактом. Если он был, то это есть год. Ну, те, кто не ставил планы, это не страшно, у вас есть впереди целый год, чтобы его поставить. Надеюсь, что у вас есть планы по закрытию каталожного периода этого в конце года. Итак, обратите внимание, что сейчас есть самых два важных и срочных пункта. Первый пункт это закрытие периода номер 19. То есть очень важно его качественно закрыть. То есть свои показатели личные, показатели вашей команды, те, у кого был план завершить этот план и его достичь. Если плана, например, не было, то хотя бы сделать какой-то вот такой вот рывок уже начиная с этого года. Тогда вам легче будет именно в 2018 году. То есть доделать. Сейчас важно поставить акцент на то, чтобы доделать поставленные задачи в этом каталоге в 2019. Вторая важная и срочная задача это январь 2018 года. И вы все знаете, что половина практически месяца все отдыхают. Даже если мы включаемся в работу, то люди в прострации, в отдыхе и во многих других ситуациях. Поэтому вторая самая важная задача, чтобы нам половину этих месяцев не проворонить, потому что действительно мы можем это проворонить, то уже сейчас в этом каталоге, в этом году нужно сделать задел на первую половину января. То есть и по личным объемам, и по показателям своей команды. Уже сейчас необходимо задуматься. И благо от компании есть такой момент, что последняя поставка будет практически в эту неделю, то есть в воскресенье. У кого-то, может быть, еще есть возможность и будет последняя сборка понедельник-вторник. Но у большинства последняя сборка происходит именно в понедельник рано утром в 8 утра. Поэтому закрытие каталога для того, чтобы получить заказы к новому году, необходимо завершить в эту неделю, в конце недели, в воскресенье, сделать последние заказы для получения именно продукции. Далее можно, конечно же, оплатить, сделать предоплату продукта и доделать личные объемы, но получить вы их сможете уже после 7 или 8 числа в январе. Это правила компании. В некоторых регионах есть, что не 7, а 5 они будут получать. Но вот у нас на Урале именно 5 формируются заказы, которые перешли с декабря, перейдут с декабря на январь, и еще те, которые оформятся именно в январе до 5 числа. Произойдет оформление, сборка, и заказы мы получим 8 числа. Поэтому у нас есть возможность в этом каталоге еще поработать со своими клиентами, поработать с заказами и с двумя каталогами, и со своими людьми, и смотивировать их, чтобы они сделали задел на первую половину января по этому каталогу. И вторая задача в январе – это планируем начало работы. И, естественно, не просто начало работы, а именно показатели на первый каталог 2018 года. Хоть он не двухнедельный, но из-за праздников могут произойти сбои, и очень многие могут свалиться с квалификации или свалиться со своих статусов. Поэтому, чтобы этого не произошло, уже сейчас необходимо спланировать и декабрь, и январь. И поэтому вот это важно и срочно, этих два пункта. Обратите на это внимание очень осознанно, не заметите, как это все быстро произойдет, и как это вообще все пролетит, и чтобы вам не было мучительно больно именно в январе, что что-то не получилось. Итак, вот это мы сделаем, вот вы должны это сделать. Я говорю «должны», потому что раз вы пришли, значит, вам эта тема важна. Если вы пришли просто понаблюдать, то я вам рекомендую все-таки это сделать. Вы потом скажете спасибо мне и своим наставникам, и самому себе, что вы не поддались той лени, о которой говорила бизнес-молодость. После того, как вы это сделаете, это первично, это ключевое, необходимо обязательно перейти на анализ этого года. Когда вы закроете этот каталог, и вы увидите, что у вас есть возможность работы с показателями, вы это можете сделать, конечно же, в декабре. Вы это можете сделать в начале января, когда праздники начнутся, когда вы будете отдыхать. Вы, конечно, можете уделить там внимание. Все зависит от вашего уровня занятости. Но до 5 января необходимо обязательно сделать уже анализ показателей этого года, и обязательно уже на основе этого анализа спланировать 2018 год. Если вы действительно пришли достигать целей, если вы действительно пришли достигать высоких результатов, если вы действительно хотите зарабатывать высокие доходы, то лучше это сделать в короткие, в ближайшее время, чтобы вам легче было работать и двигаться вперед. Это так делают все бизнесмены, абсолютно все. Они не откладывают это на завтра, они не откладывают это на потом. Для них это ключевое. Тем более могу сказать, что следующий год будет сложным, сложным экономически, потому что очень много изменений произойдет в России. Вы знаете, что будут перевыборы у нас президента, и могут быть и штрафные инстанции, и много что может произойти в следующем году. И поэтому, чтобы в этот год войти и все-таки действительно получить тот результат, который мы хотим, нужно уже сейчас задуматься, чего я хочу, куда я иду. Но это нужно сделать на основании того анализа за этот год, что вы сделали и что вы достигли. Давайте посмотрим, какие показатели необходимо учитывать. Коллеги, я очень надеюсь, что у вас под руками тетрадка и ручка. Поставьте мне, пожалуйста, плюсики, у кого есть тетрадка и ручка, потому что я рекомендую делать пометки. Отлично, Настя, спасибо огромное. Очень важно. Да, Татьяна, отлично. Дарья, отлично. Спасибо большое. Значит, большая часть людей действительно пришли подумать и попланировать, и понять, где какие сбои и где какие у нас именно плюсы. Первое, что вам необходимо сделать, это сделать анализ по периодам. Вы все знаете, что этот год у нас было 19 каталогов. И у нас были двухнедельные каталоги и были трехнедельные каталоги. И показатели за двухнедельные каталоги, за трехнедельные были абсолютно разные. Где-то мы двигались и достигали результата высокого за двухнедельный каталог, где-то у кого-то в двухнедельные каталоги были спады, а у кого-то даже в трехнедельные были спады. Поэтому вам необходимо просмотреть каждый каталог, каталожный период, который был в этом году, и посмотреть, какие показатели у вас там были. Это и групповые объемы, и ваши личные объемы. Лидия, вы с телефона? Понятно. Хорошо. Главное, чтобы вы запоминали и слушали, что я даю. Слайды я вам потом сброшу и еще сделаю, ну как будет запись обязательно, где вы сможете еще проштудировать и поработать с этим материалом. Итак, обязательно проанализируйте двухнедельные каталоги и посмотрите, что повлияло на спад или на рост. Посмотрите трехнедельные каталоги, что повлияло на спад, на стагнацию или на рост. Это вам нужно прям взять большую амбарную тетрадь, в которой вы прям по каждому периоде сделаете анализ. Это будет очень удобно вам, потому что следующий год он тоже будет иметь у нас, в 2018 год будут у нас двухнедельные каталоги, слава богу, не такое количество. Спасибо огромное компании. Там будет два двухнедельных каталога, один рассчитан на март, то есть как раз подготовка к праздникам март-февраль, так что мы нормально войдем в этот двухнедельный каталог, и его можно активно планировать, планировать высокие результаты, потому что этот каталог сам за себя будет работать. И второй каталог двухнедельный, это будет в декабре месяце, перед Новым годом, как раз когда закупка подарков, когда очень большое количество клиентов и консультантов делают заказы, поэтому его точно так же можно очень активно и хорошо планировать. Такой у нас год был 2016, и там очень хорошо многие приросли и достигли результата. Еще есть показатели, на которые необходимо обратить внимание. Это сезонные каталоги, то есть точнее сезонное время, то есть особый сезон, это лето или, например, вот как январь, который это сезонный каталог, или сезонный каталог, который декабрь, декабрьские каталоги, это сезонные. И вот здесь вам нужно проанализировать ваши действия по сезонным каталогам. Не только показатели, но еще ваши действия в это время. Потому что есть такое, знаете, как миф, я бы сказала, или такое видение, ой, лето это упадок, и летом вырасти невозможно. Я вам скажу, что те люди, которые не обращают на сезон, точнее они понимают, что могут быть сезонные показатели, и они влияют на эти сезонные показатели. И за счет этого в летом происходит рост. И точно так же они не расслабляются в сезонные показатели, когда, например, предпраздничные, и они усиливают еще этот рост еще в несколько раз. Поэтому проанализируйте не только показатели сезона, но и свои действия, свою реакцию на эти периоды, которые попали в эти сезоны. Проанализируйте приросты и падения. Можно, конечно, записать и стагнацию, но все-таки важнее всего именно, когда у вас были приросты, и за счет чего они происходили. Если были падения, то тоже за счет чего. То есть выявить зависимость. Ваша задача выявить зависимость по этим каталогам. В личном кабинете компании Faberlic в отчетах есть шикарный такой раздел анализ по периодам. И там есть графики. Вы их можете скачать для себя. И именно по каталогам выставить результат и скачать графики. И вы увидите эти графики, как у вас шли показатели по вашим периодам. Для чего это надо? Объясню почему. Основываясь на этих показателях, вам гораздо легче будет планировать 2018 год. Что это значит? Во-первых, вы, например, понимаете, что что бы вы ни делали, но сезон сработал в определенное направление. Поэтому вы будете точно понимать, что именно в эти каталоги у вас могут быть какие-то падения. И вы сможете заранее, заранее спланировать какие-то мероприятия, какие-то мотивационные программы, какие-то дополнительные ускоренные действия или курсы. Или поговорите со своими наставниками и вместе в партнерстве объединитесь и сделайте что-то такое эксклюзивное, чтобы этого падения не произошло. Если вы эти графики для себя по 2017 году не выставите, то 2018 каталог планировать сложнее. Когда вы это учитываете, у вас более гладко пройдут достижения ваших целей. Более гладко и более четко, потому что каждый бизнесмен всегда выстраивает свой бизнес-план, основываясь на анализе. Давайте дальше посмотрим следующий слайд. Это какие показатели, какие пункты именно в сетевом маркетинге влияют на наши результаты. Могу сказать точно, что есть тут конкретно по сетевому и конкретно по Фаберлик, но есть тут и пункты, которые влияют и вообще на бизнес, потому что вот особенно влияние на рост, последнее, это обычно идет даже в бизнесе, даже если это не сетевой маркетинг. Итак, что самое основное, которое у нас есть, на что мы должны обращать внимание и что мы должны проанализировать по каждому каталогу, по каждому каталожному периоду 2017 года. Коллеги, вы поставьте мне, пожалуйста, плюсики, чтобы я понимала, что вы поняли, что каждый каталог 2017 года необходимо прописать по этим пунктам. было бы неплохо, вот я вам картинку такую выложила, что вот у девушки несколько блокнотиков, то есть несколько листочков. Спасибо огромное, вы понимаете меня, меня это радует. Ну, я понимаю, что вы можете меня понимать и понимаете, вы действительно работаете, вы пришли не зря. Заведите какие-то маленькие такие блокнотики, что-то такое отдельное на каждый каталог, потому что или отдельные несколько листов в амбарной тетради. Я понимаю, что кто-то работает в интернете через Google Doc, может быть, вам там удобнее. Мне удобнее рисовать, зачеркивать, выделять какими-то маркерами, и я люблю работать с показателями и с анализом именно на бумаге, потому что когда вы записываете, вы еще дополнительно анализируете то, что происходит. Итак, по каждому каталогу вы выписываете основное. Это объем продаж структурных структуры в баллах. Что такое объем продаж? У нас нету товарооборота. Товарооборот есть у агентских пунктов и товарооборот есть у компании. У нас, как у лидеров и как у консультантов, есть объем продаж структуры. Это групповые объемы в баллах. По каждому каталогу необходимо это записать. Второй показатель основной – это количество консультантов в структуре за каждый каталог. То есть база консультантов. Это вы можете увидеть в разделе «Отчеты», в итоговых показателях. И там есть прям табличка, и там есть какое количество консультантов в каждый каталог у вас есть. Удобно тетрадь на кольцах. Да, согласна абсолютно. Листы добавлять и убирать. О, да, прекрасно. Да, Наталья, спасибо большое за подсказку. А еще можно стикерами их обозначить. Да, отлично. У меня, кстати, была тетрадь, которую я прям вот купила. Раньше я с ней работала. Сейчас я немножко, у меня структура огромная, мне приходится прям в самбар на тетрадью работать. Мне не хватает вот таких маленьких тетрадей. А вот раньше я прямо покупала даже тетради, в которых были дополнительные стикеры. И по периодам это можно все распланировать, потому что можно прям вот-вот прям вот планировать. Там можно будет потом делать в следующем году. У вас же показатели уже эти выписаны. Вам не нужно будет заходить в отчеты в личный кабинет. Они у вас уже будут выписаны. И вы уже на этом, основываясь, можете делать анализ 2018 года. То есть какой процент прироста произошел, какое количество прироста. То есть там можно сравнительную характеристику делать уже в этих тетрадях. Попробуйте, вам понравится, потому что тогда вы будете видеть реальную картину, что у вас происходит и на что вы можете влиять. Итак, количество консультантов в структуре база. Это очень важный показатель. Дальше я вам объясню, как с базой работать. Ну, то есть вот именно с этими показателями. Я не говорю про фамилии, про людей. Я говорю про количество. Как с этим работать. Третий основной показатель – это количество новичков в структуре. То есть приход. Каждый каталог. Сколько в структуру у вас приход. Если вы в квалификации, ну, какой-то в статусе консультанта, например, вице-директор или до-директора, то вам гораздо проще. Вы видите все показатели, и вы видите, сколько людей, новичков пришло в вашу структуру. Если вы в статусе драгоценный директор, то обратитесь, пожалуйста, к своим директорам, потому что базу консультантов своих директоров и сколько количества новичков пришло, вы не увидите. Вы только видите групповые объемы и все, и личные объемы. Больше вы не видите. Конечно, можно открыть эти показатели, но это придется считать вручную. Обратитесь к своим директорам, пусть они вам эти показатели дадут, и вместе с ними вы сможете проанализировать 2017 год. Итак, следующий пункт основной – я сказала, это количество новичков в структуре, приход именно по структуре, а не только лично вами, именно в структуру. Почему ориентирую вас на структуру? Потому что многие считают, вот я сделал личный объем. Не все, конечно. Я вот привел такое-то количество новичков, но забывают о том, что у него есть в структуре прекрасные рекрутеры, которые приводят также новичков и также выстраивают бизнес. И они не учитывают этих людей. Когда вы видите по структуре, сколько приход, то вы можете уже понимать, куда вы можете стартануть далее. Но об этом поговорим позже. Четвертый важный фактор – это количество удаленных каждый период. Вот эти показатели, их не фиксирует компания. Но вы можете взять базу консультантов прошлого каталога, прибавить, там уже с новичками, прибавить новичков, которые пришли. Например, берете вы каталог номер 16, ну грубо, прибавляете к нему новичков в каталоге номер 17. И смотрите, какова была, или просто, да, прибавляете. Потом берете, смотрите базу, какая у вас есть людей в каталоге номер 17, и смотрите показатели, которые в каталоге номер 16. И вы читаете. И вот здесь вот такая формула хитрая, но я думаю, что вы сообразите, как это сделать. И выделите тех людей, сколько у вас удалено. Если у вас это не получится, расчеты технически, просто элементарно возьмите, удалите из распечатки всех, кто остался, и выделите тех красненьких, которых удалили. Компания не фиксирует людей на удаление, но это нужно знать. Вы тогда будете понимать, сейчас скажу, ну вот знаете как, фактор удаления играет большую роль. Если вы работаете на привод новичков, но не отрабатываете их как наставник, если вы не отрабатываете этих новичков и не помогаете им включиться в стартовые программы, не помогаете им оформить заказ, то через три периода их просто удаляют. Удаляют не потому, что человек не хотел. Есть такие, которые не хотят. Удаляют потому, что вы не помогли этому человеку. И вот здесь вот очень важно понимать, насколько у вас есть количество удаленных консультантов в каждый каталог. Потому что потом по итогу вы будете просто считать, сколько у вас прибыло за год новичков и сколько удалилось. И это мы будем рассматривать в следующем слайде для анализа. Пока мы просто фиксируем это. Дополнительные факторы, которые влияют на наши результаты. Это количество ВИП-консультантов в структуре. Это те люди, которые делают свыше 100 баллов лично. И чем больше количество ВИП-консультантов в вашей структуре, тем легче вам достигать результата. Тем люди получают больше преимуществ, которые делают сами свыше 100 баллов. И вот здесь вот нужно по каждому каталогу профиксировать, сколько не пофамильно. Почему? Объясню. У вас в один каталог могут быть одни ВИП-консультанты, то есть одни фамилии. А в другой каталог могут быть другие фамилии, которые стали ВИП-консультантами. Если у вас совсем крошечная структура, то, конечно, вам здесь уже пофамильном вы видите. Но мы сейчас говорим о перспективе развития, о перспективе роста и о перспективе показателей, на которые нужно обращать внимание. Если у вас уже статус, то вам нужно фиксировать по количеству. Количество в одном каталоге сколько ВИПов и сколько в другом. Есть ли прирост? Если прироста нет, то действительно это, знаете, как нужно бить в набат. Количество консультантов свыше, личный объем свыше 50 баллов. Когда я начала просто-напросто эти показатели фиксировать для себя, а потом показывать для команды, то прям вот мы заметили, что у нас очень хорошо выросло количество людей, которые личный объем стали делать свыше 50 баллов, свыше 60 баллов, свыше 80, 100, 150, 200. То есть у нас начали увеличиваться количество людей. Для этого, конечно же, мы делали определенные мотивационные программы, мы разговаривали с людьми, но вот по количеству мы прям увидели по приросту. Даже в летний период у нас очень много было людей, которые сделали свыше 50 баллов личного объема. Поэтому обязательно пропишите по каждому каталогу, профиксируйте именно в количественном эквиваленте. Это потом вы можете обратить внимание уже на фамилии, повторяются они или нет. Но количество это можно просчитать, это несложно. Выгружаете распечатку отчетов в Excel, делаете фильтры по личному объему, и там уже выбираете тех, кто свыше 50, и тех, кто свыше 100. За это огромное спасибо старшему директору моей структуры Титовой Дарьи, потому что буквально полтора года назад я вообще не знала, как работать с таблицей Excel. И она меня научила, теперь для меня это шикарнейший инструмент. Если вы не умеете, обратитесь к своим наставникам, они вас научат. Дополнительный следующий фактор. Количество лидеров ваших, которые вышли на процент по маркетинг-плану. Почему я разделила те, кто получают объемную скидку доход, и те, кто на процент вышли? Потому что вы заметите такой момент. Есть люди, которые выходят на процент и даже прирастают в статусах, то есть растут по процентам, но из-за того, что не делают личный объем более 50 баллов, они не получают объемную скидку. Поэтому, когда вы будете анализировать эти показатели, обязательно разделите эти показатели. Лидеры, вышедшие на процент, это там будут и те, и другие, и те, кто получает, и кто не получает. И следующий показатель, те, кто получают объемную скидку. Тогда вы увидите тех людей, которые работают, но по каким-то причинам не делают 50 баллов. И с этими людьми необходимо обязательно связаться, обязательно поговорить и задать им вопрос, а почему? Потому что есть люди, которые конкретно работают на рекрутинг, на рост своей команды, на прирост по показателям, и когда вырастают до определенного объема, начинают делать 50 баллов. Есть такие люди, которые работают конкретно на это. А есть люди, которые не понимают, что необходимо делать 50 баллов. Поэтому вот это те ключевые люди, с которыми вам необходимо обязательно будет связаться. И вот эти показатели смогут вам помочь. Впоследствии вы увидите, что на протяжении года у вас появляются не только одинаковые цифры, но и одинаковые фамилии, которые действительно на протяжении года стараются, работают и стараются достичь каких-то результатов. Другое дело, получается у них или нет. Это как раз те потенциальные партнеры, которых вы можете пригласить и вместе с ними стартануть в 2018 году и вместе с ними начать именно движение к росту и квалификациям. Коллеги, понятно или нет, потому что молчание такое. Поставьте мне, пожалуйста, восклицательные знаки, кому понятно, о чем я говорю. Если кому непонятно, то я готова, пишите вопросы, я впоследствии на эти вопросы отвечу. Спасибо. Тем, кому непонятно, обязательно записывайте вопросы, не бойтесь их писать. Знаете как, не бывает глупых вопросов. Бывают глупые люди, я так скажу, которые не задают вопросов, потому что если есть вопрос, то я обязательно дам ответ. И тогда вам легче будете ориентироваться в планировании и в анализе. Хорошо. Я рада, что вам все ясно. Итак, следующие показатели, на которые вам необходимо будет записать и которые вы увидите, это показатели, которые влияют именно на ваш рост. Это количество лидеров, рекрутеров, которые делают регулярно привод новых консультантов. Если есть такие люди, которые рекрутируют в вашей команде, то и делают это постоянно, то это обязательно будет рост вашей структуры. Если роста вашей структуры не происходит, и вы видите по показателям, по каталогам, что роста не произошло, значит, вам необходимо поработать с этими людьми, научить их быть наставниками. То есть или разработать самостоятельно систему сопровождения под этих лидеров и помочь им сопровождать этих консультантов, новичков, или поработать с этими людьми и просто рассказать, дать какой-то материал, какое-то видео, потому что у нас огромное количество во всех структурах, кто сегодня присутствует, а у нас здесь содружественные команды, есть видео и по наставничеству, и по сопровождению, и по целеполаганию. И когда вы увидите, в чем есть причина, почему нету прироста, рекрутеры есть, а прироста нет, получается, значит, новые консультанты, которые пришли, или не делают заказы и вылетают, или новые консультанты делают заказы, но делают очень маленькие заказы. И, соответственно, вот этим людям необходимо обязательно помочь, направить, подсказать, что необходимо сделать. Может быть, нужно сделать совместные какие-то, знаете, как тренинги, то есть совместный тренинг, тренинг совместного действия, то есть поговорить в их присутствии с их новичками, чтобы они научились, как это правильно делать. Может быть, дать им какие-то, знаете, как готовые материалы, как необходимо звонить, как необходимо привлекать, как необходимо выявлять потребности. То есть вот этот показатель особенно влияет на рост вашей структуры и на рост ваших объемов. Второй показатель, который особенно влияет на рост ваших объемов, это процент активности в каждом каталожном периоде. То есть это есть в табличке, вы это увидите, процент. Вам необходимо обязательно посмотреть, какой он, и потом вывести средний процент активности. То есть берете, складываете все проценты за все каталоги, за все периоды и делите на 19. Я понимаю, что 19 каталог еще не закончился, но в любом случае вы уже сейчас можете эти показатели средние вывести. И если у вас средний процент активности более 35-40, то я вас поздравляю, у вас очень хорошая команда, очень хорошая структура. Если ваш процент активности средний около 30, ну это структура, которая в принципе дает вам стабильность, стагнацию. И роста здесь не предвидится. То есть есть потенциал, но его нужно именно поднимать. Если ваш процент активности меньше 20, бейте в набат, потому что у вас как бы не произошло разрушение. Потому что когда происходит падение и долго длится стагнация, то после... Стагнация это когда все стабильно. Рост это когда растет. Когда идет падение или длительная стагнация, то бейте в набат, может начать разрушаться ваша структура. Если нет вливания верхних показателей, основных, и если нет вливания дополнительных показателей, которые по ВИПам и личные объемы 50 и лидерского корпуса. Поэтому обязательно выведите эту среднюю статистику, средний процент активности, поработайте с ним для своего понимания. Зачем я вам это говорю? Вы когда вот это проанализируете, вы увидите на самом деле ту картину, которая реальная. Иногда мы смотрим, знаете как, на каждый каталог индивидуально. Вот-вот там у меня ура, все классно. А потом другой каталог хлоп, и не все классно. И вот-вот живем одним каталогом, а это плохо. А бывает еще такое, когда идет падение или происходят какие-то недовольства своей работой. Все, мы бьем в грудь, говорим, ну почему я, почему это у меня, да что я делаю не так, да вроде бы я работаю. А получается, если у вас произошло падение или у вас нету роста, значит вы делаете какие-то действия, которые не приносят эффективно... То есть эти действия недостаточно эффективны. Значит эти действия нужно переформатировать. Но вы это, знаете как, поймете, когда вы запишите на каждый каталог все эти показатели. Вы просто вспомните, что было в этот каталог, потому что у каждого из вас происходили какие-то свои ситуации. И вы поймете, почему у вас там не произошло роста, или, например, произошел рост, но произошел не такой, какой вы хотели, то есть недостаточный, или у вас произошло падение. Вот я вам рекомендую это записывать и не ставить валерьянку рядышком, и не страдать по этому пути, ну вот по этим ситуациям. И, знаете как, вот вы просто анализируете показатели, вы просто выводите тот ресурс, на котором вы будете выстраивать следующий год. Вы просто сейчас готовите ту точку отчета, от которой вы будете отталкиваться в планировании 2018 года и далее 2019. Потому что есть люди, которые с удовольствием планируют сразу несколько годов, а есть люди, которые боятся этого и планируют только один год. Если вам сложно запланировать один год, то запланируйте хотя бы полгода. Но все-таки лучше планировать год вперед. И не бойтесь, что если это не произойдет. Потому что вы просто выстраиваете ту стратегию, по которой вы будете двигаться. И далее мы рассмотрим с вами, на что необходимо обратить внимание, чтобы эта стратегия сработала максимально. И вот еще влияющие показатели на рост, это средний балл на всю структуру. Это также вы можете просто сложить все групповые объемы за этот год и разделить на 19. И тогда вы просто увидите, какой у вас есть, ой, не то сказала, ой, господи, простите, пожалуйста, не то сказала. Вы берете за период показатель и делите на количество людей, которые у вас делали заказы. И те люди, которые делали у вас заказы, вот вы получите средний балл на вашу структуру. Но еще можно сделать так, взять, сложить все показатели, увидеть групповой объем и разделить на базу консультантов. Тогда вы увидите тот средний балл, который, по сути, вы не используете. То есть вы увидите, какова разница между работающими людьми, которые в активной позиции, и насколько отличается средний балл от того среднего балла, который на всю структуру. Вы можете, если у вас там будет очень большая разница, то есть если разница будет процентов 30, тогда надо задуматься и начать проанализировать всех, кто у вас в неактивной позиции. И проанализировать свои действия по отношению к этим людям. Если у вас разница небольшая, значит, может быть, просто где-то вы что-то недоделали, или просто люди к вам пришли большей частью именно привилегированы. Ну, те, которые пришли пользоваться продуктом. И четвертый фактор, который влияет на наш рост, это количество потенциальных директоров или тех директоров, которые есть в вашей структуре. Если у вас директоров еще нету, то у вас должны появиться или должны быть люди, которые хотят выйти на статус директора или выше. И их количество таких людей, от того количества, кто есть в вашей структуре, какое количество, от этого и зависит ваш рост. Потому что если у вас будет, вот посчитайте мне, если, предположим, у вас будет 20 потенциальных директоров, и они, каждый, начнут расти и хотя бы сделают 200 баллов. 20 на 200. Посчитайте, сколько у вас будет прирост, то есть сколько они дадут вам возможностей именно в групповом объеме. 20 умножить на 200. Как считать количество консультантов, базу, если я сама новичок. Галина, вот смотрите, вы тогда просто сейчас записываете, и вы смотрите, записываете, как необходимо и на что необходимо влиять. Потому что если вы новичок и пришли строить бизнес, то эти показатели вам нужно будет учитывать обязательно. У вас не анализ не получится. Вы будете, знаете как, основываясь на этих показателях, планировать свой 2018 год. Вы будете ставить ноль. Личный объем есть? Есть. Групповой объем есть? Нет. Вы ставите только свой личный объем. И основываясь на этих показателях, вы выстраиваете 2018 год. Значит, у вас будет начало, просто начало. Но вы пришли, то что на обучение, молодец. Потому что вы уже заранее будете видеть, куда вам двигаться и к чему стремиться, и на что обращать внимание. Вот, Лидия Алексеевна написала, у вас получится 20 человек по 200 баллов, это уже 4000 баллов. А если у вас будет один человек по 200 баллов, один лидер, потенциальный директор, который сделает 200 баллов, смотрите, какая разница. Или 10 по 200 баллов, это уже меньше. Поэтому от количества зависит ваш прирост в вашей структуре. И только после этого, когда вы это запишите, Галине у нас гораздо проще, она ей проще будет, ей достаточно будет записать. Галина, знаете, на что обратите внимание? Когда вы пришли и сколько каталогов вы были. У вас там были личные объемы. Если вы новичок этого каталога, тогда вам еще проще. Если вы уже несколько каталогов в компании, тогда просто записывайте свой личный объем и уже анализируйте. Приход новичков ноль. Значит, действия в этом направлении не делались. Поэтому база консультанта один будет, вы одна с собой. Но анализ движения в 2018 году вы уже будете планировать по этим показателям. Итак, переходим к следующему этапу и смотрим анализ. А, вот, 7 каталогов. У вас были личные объемы. Поэтому вы записываете по этим показателям то, что происходило за эти 7 каталогов. Ваш личный объем, были ли новички, делали ли вы что-то в этом направлении. Потому что вы будете анализировать не только показатели, но еще и свои действия в отношении этих показателей. Да-да-да, Дарья абсолютно права. Смотрите, анализ показателей за 2017 год. После того, когда вы выпишите эти данные, конечно, было бы неплохо создать табличку и в эту табличку все внести. Я знаю, что у Дарьи есть такая таблица. И она эти показатели, подобные показатели, может быть, какие-то вносит, какие-то дополнит, вносит. И у нее идет статистика именно вот эти вот, знаете, графики. Но если даже у вас нет таблички, зайдите именно по отношению к компании, и вы увидите, как у вас двигается ваша структура по вашим периодам. Стагнация, рост или падение. Итак, зачем нам это надо? Зачем мы это будем делать? Мы это будем делать для того, чтобы выявить плюсы и минусы в своей деятельности. Конечно, будут внешние факторы влиять. Конечно, это учитываем. Но мы будем думать не о внешних факторах, а о своих конкретных действиях по отношению к этим показателям. И уже основываясь на этих показателях, можно будет сделать вот такие расчеты. Расчет основных показателей. Это мы берем сумму всех групповых объемов за год. То есть за каждый каталог мы их суммируем и делим на 19 каталогов, на 19 периодов. Мы получаем средний объем продаж вашей команды. Для чего нам это надо? Когда мы получим средний объем продаж нашей команды, мы поймем ту цифру, которая, по сути, может быть у нас всегда. Да, это та планка, с которой мы не можем упасть ниже. То есть это тот объем, от которого лучше плясать всегда. Даже самые трудные какие-то каталоги, где влияет сезонность или влияют какие-то еще показатели. Вот именно этот объем необходимо планировать, чтобы не меньше этого объема. То есть вы здесь увидите, какой у вас показатель. Этот показатель или вас обрадует очень сильно, и вы скажете, ой, зря я думаю про себя, что я плох. Или он вас огорчит, и вы скажете, ё-моё, а у меня показатель-то средний гораздо меньше, чем у меня бывает в некоторых каталогах. Если он очень маленький, значит нужно задуматься, что происходило, что вы не доделывали, что вы, например, может быть вы не те действия делали, может быть, вот там нужно будет прям глубокий анализ делать по каждому каталогу и по этим показателям, и конкретно по себе. То есть проанализировать, что я сделал, что я не сделал, но об этом мы будем говорить позже. То есть вот эту цифру необходимо вывести за год. Следующую цифру, которую необходимо вывести, это сумма всех новых консультантов за год, разделённая на 19 периодов. И вы выведете среднюю цифру прихода нового консультанта в каждый каталог. И здесь точно так же вы смотрите. Если у вас она средняя, высокая, то значит вы молодец. Значит в принципе просто в какие-то каталоги повлияли какие-то факторы внешние. Если эта цифра у вас низкая, значит действительно работа в вашей структуре проведена была недостаточная. И здесь уже нужно смотреть, недостаточно было мотивационные программы на рекрутинг, или недостаточно была работа конкретно с лидерским корпусом, или недостаточно было выявления, или недостаточно было именно сопровождение людей. Поэтому вот этот показатель, он вас действительно или обрадует, или удивит. Но в любом случае он точно вам поможет сориентироваться, что происходило за год в среднем. Третий показатель. Это процент соотношения суммы всех новых консультантов к сумме всех удалённых. Вот здесь сложнее будет, конечно же, высчитывать по каждому каталогу, но если вы делали анализ по каждому каталогу в течение года, и у вас есть такая привычка, если вы возьмёте это себе за привычку, то тогда вам будет легче работать. Если нет, обязательно это сделайте. Потому что те люди, которых удалили, это потенциальная база людей, которых вы можете вернуть обратно в свою команду. Вы можете им позвонить, пригласить, зарегистрировать, и тогда у вас, знаете, как получится, у вас вы не будете затрачивать дополнительных денежных средств на рекламу, на каталоги. У вас просто есть уже база тех людей, которых по каким-то причинам удалили. Конечно же, кто-то скажет, до свидания, не звоните мне больше. По крайней мере, вы будете точно знать, что вы никогда больше ему не позвоните. А кто-то с удовольствием вам скажет, я готов прийти. Поэтому вот это лучше делать обязательно. И так далее. Если у вас новые консультанты равны удалённым консультантам, то это, знаете как, это неплохой показатель, это показатель удержания своих позиций. Это не совсем хорошо. То есть новые консультанты приходят, и такое же количество у вас людей удалили, тех, которые, ну вот, вот ранее были. Неплохой показатель. Не очень хороший, но стагнация есть. Вот здесь нужно обратить внимание, за счёт чего у вас всё-таки не произошло, чтобы удалённых было больше. Это вот нужно подумать. Если у вас новых консультантов больше, чем удалённых, тогда вам нужно обязательно выявить те методы, которые приносят вам такую высокую конверсию. То есть вам нужно задуматься, что я такого делал, какими методами я работал, что у меня новичков гораздо больше, чем удалённых консультантов. То есть что я сделал для того, чтобы удалённых стало меньше. То есть какие действия я делал. Это как раз те действия, которые необходимо поставить себе под галочку, выделить. И именно эти действия необходимо использовать именно в следующем году. Потому что это те методы, это та работа, которая даёт вам высокую конверсию. Что такое конверсия? Это приход высокий, а уход маленький. Это очень здорово. Если количество новых консультантов у вас меньше, чем удалённых, то вот здесь вот тогда уже обратите внимание на себя, лично на себя. Это однозначно. Это значит, что вы не делали, что вы не доделали. И я рекомендую не говорить, что вот у меня ничего не получается, а говорить о том, вот почему я ленился, почему у меня не было какой-то мотивации, может быть, я не поставил цели, может быть, я не спланировал какие-то конкретные действия пошаговые на период, на неделю, на полгода, на квартал, на месяц, на год. Это очень важно. Если количество новых консультантов меньше, чем количество удаляющихся, ваша структура может в такой ситуации разрушиться. Поэтому здесь вам нужно очень сильно задуматься и принять обязательно решение по отношению к себе и по движению к другим результатам. Четвёртое. Это база на начало года. Обратите на неё внимание. То есть база консультантов, какое количество. И плюс количество новых консультантов за год и того, сколько пришло. И посмотрите, какова база у вас на конец года. Если большая разница у вас, то есть если у вас была, например, база один человек, пришло количество новых консультантов, там, например, за год 200, у вас база на конец года 201, я говорю, что вы молодец. Вас действительно похвалите себя, погладьте по голове и проанализируйте, что я такого делал, что у меня не удалили ни одного консультанта. Если ваша база на начало года была, например, 600, у вас прибыло, например, там за год 500 новичков, но на конец года ваша база осталась 600, посмотрите, что вы не доделали, что, почему у вас удалили, сколько новичков пришло, столько консультантов и удалилось. Если у вас разница огромная и база на начало года больше, чем на конец года, это страшно, это действительно бейте в набат, звоните своим наставникам, трясите их и говорите, помоги мне, вот как песня поется, помоги мне. Это точно нужна помощь, или дополнительная информация, или вам нужно пройти дополнительное обучение, или действительно подумать, зачем вы здесь в компании, потому что... А еще больше подумать, а почему вы себя не любите, почему вы не хотите жить лучше, чем вы живете сейчас. То есть вот здесь вот нужно очень хорошо поработать со своими внутренними состояниями, и почему это произошло. Если, предположим, полгода у вас шел прекрасный рост, а потом полгода началось падение, посмотрите, что произошло в той точке, которая дала толчок на падение. Может быть, это вот как раз тот пункт, над которым нужно поработать чисто психологически, может быть, психологом, может быть, подумать где-то... Ну, в общем, почитать книги психологические, сходить на какие-то тренинги, поговорить со своей командой. Ну, вот там очень много факторов в середочке. Обратитесь точно к своим вышестоящим директорам или к своим директорам или к вышестоящим, и скажите, вот у меня такой анализ, что мне нужно сделать, чтобы этого больше не произошло. Поэтому обязательно обратите внимание вот на эти расчеты. Прямо вот их сделайте, посчитайте. Мы, конечно, здесь смотрим и плюсы, и минусы, но мы не реагируем на минусы, потому что минусы мы просто будем убирать. То есть это те ситуации, это те минусы, которые нельзя категорически делать. Это то, что мы просто берем, рвем, выкидываем мусор, мы это просто убираем из своей деятельности. То, что нам не приносило результата. То, что нам приносило результат в показателях, то, что нам приносило в результат в профессионализме, увеличение профессионализма, то, что нам приводило результат именно, знаете как, в личностном развитии, если мы приросли, стали другими, научились чему-то, то это плюсы. Все остальное, то, что было неэффективно, не нужно, и делалось непонятно зачем, это минусы. Больше никогда не используйте это, и тем более не используйте уже, перестаньте использовать уже в 2018 году. Дальше. Расчет дополнительных показателей. Количество ВИП на начало года и количество ВИП на конец года. Можно, в принципе, не выводить среднюю статистику, потому что там, ну, слож... Там этот показатель, я не знаю, на что он повлияет. А именно, если у вас в начале года количество ВИПов, те, кто делал свыше 100 баллов личного объема, было меньше, и оно приросло, то на какой процент? Если процент прироста у вас более 20% или более 25%, то обычно любой бизнес прирастает на 25%. Значит, в принципе, вы идете в нормальном положении, ну, в нормальном направлении. Если количество 100 баллов у вас увеличилось всего лишь на, например, 10%, ну, значит, просто скажите себе спасибо, что вы поработали в какой-то момент или нашли тех людей, которые осознанно приходят, пришли к вам в команду. Если у вас прироста ВИПов нет, то тогда подумайте, может быть, что-то вы недосказали, недоделали по отношению к консультантам, которые в вашей команде. Поэтому многие факторы здесь могут повлиять, почему не было прироста. Может быть, вы не ставили акцент на увеличение средней закупки, вы, может быть, не делали обучение по продажам, и, может быть, в этом направлении необходимо обязательно в 2018 году спланировать какие-то действия и спланировать какие-то обучающие программы и мотивационные программы. Количество 50 баллов на начало года и на конец. Здесь то же самое. Вы здесь можете увидеть процент прироста или процент падения. Поэтому здесь вот вы просто проанализируйте, чисто для себя посмотрите. Здесь будет чисто процент прироста. И количество получающих объемную скидку на начало года и на конец года. Если количество людей, это не только первой линии, коллеги, и по ВИПам, и по личному объему, это не только первая линия, это вообще консультантов по структуре. Все полностью. Если у вас, например, есть директора, то вы можете эти показатели сделать по личной группе, проанализировать свою личную группу. Если вы работаете в спарринге со своими директорами, то обязательно с ними свяжитесь. Пусть они дадут вам такую статистику, и вы посмотрите, и, может быть, действительно дадите какие-то рекомендации своим директорам, что им будет легче намного дальше двигаться, и они, может быть, поймут, куда им необходимо обратить свой взор, свое внимание, чтобы и эти показатели увеличились в следующем году. Итак, количество, получающих объемную скидку на начало, и количество, получающих объемную скидку на конец. И здесь точно так же вы работаете, как и с предыдущими пунктами. И еще расчет необходимо сделать, количество лидерских групп по всей структуре на начало и на конец. Здесь может быть такая ситуация. Предположим, у вас, например, есть две или одна, или три структуры, которые прям вот они в параллелях, но у них есть в структуре несколько лидерских групп, то есть не важно, какое поколение, важно, чтобы вы увидели, сколько всего в вашей структуре есть прям конкретных лидерских групп. Что такое лидерская группа? Это люди, которые рекрутируют в свою команду. Или сами лично, или привели какого-то человека, который рекрутирует. Это первое. Что еще такое может быть лидерская группа? Лидерская группа, которая выходит на процент по маркетинг-плану. Вы до этого должны были сделать, вот в предыдущем слайде вы должны были сделать чисто количественно. Здесь вы уже будете обращать внимание на конкретных людей, на конкретные фамилии, потому что это те люди, с которыми вы можете соединиться в команду и в 2018 году начать строить бизнес. Если, предположим, в вашей структуре есть лидер, который вырос на определенный объем, но вы замечаете, что он практически ничего не делает, его просто структура выталкивает. Найдите в его структуре вот эти лидерские группы и начните работать с ними. Во-первых, вы поможете самому себе в приросте вашего объема. Во-вторых, вы поможете тем людям, которые, знаете как, находятся в глубине и у них нету поддержки от вашего лидера в первой линии, а ему она требуется. Третий момент, то есть вы ему поможете, этому лидеру, и получается, он оказывается, как, знаете, как в промежутке где-то, как в барабане, потому что наставник выше, вроде бы выше, а его наставник практически с ним не работает. Третий момент, вы поможете своему лидеру в первой линии, подтолкнете его к новому статусу, и там он уже самостоятельно выберет, или будет работать и развиваться, и расти, или он просто останется в том статусе, под ним будут расти лидеры. На вас это точно только благостно повлияет. Поэтому посмотрите и проверьте вот эти показатели. Прямо вот здесь пофамильно. Это здесь вы выявляете ключевые задачи, над которыми вы будете работать на 2018 год. которые вы себе поставите и начнете двигаться по ним. Коллеги, если понятно это, я понимаю, что, может быть, где-то сложно, может быть, какие-то слова я сложные говорю, или, может быть, что-то вы не накладываете пока еще на свою структуру, потому что у вас не такая структура. Но в любом случае, если есть вопросы, напишите, пожалуйста, я буду двигаться дальше, и поставьте мне, пожалуйста, пятерочки, кому все понятно, и троечки, кому что-то непонятно, чтобы я могла понимать, до всех ли я донесла эту информацию. Теоретически понятно. О, спасибо, Елена, отлично. Конечно, благодарю тех, кто пишет. Конечно, теория, она иногда остается теорией, потому что, конечно же, теорию необходимо накладывать на практику. И как только вы начнете накладывать на практику, начнете именно со своей структуры, с анализа, вы уже увидите, и у вас уже появятся те вопросы, которые вы зададите своим директорам, или своим наставникам, лидерам, которые над вами. Теперь, смотрите, после того, когда вы с этими показателями поработаете, вам необходимо выявить эффективную конверсию. Ну, это я так назвала, не знала, как назвать слайд, но именно что вам давало возможность расти, развиваться, достигать успеха. Это вы, вы знаете как, вот прекрасная картинка, на которой сидит девушка, вот видите, она сделала определенный анализ, нарисовала какие-то определенные пункты для себя, и глядя на это, сидит и вспоминает, что же там такого происходило, что вдруг был результат, и тот результат, который радовал. То есть, вот в этой ситуации вам нужно вспомнить, в этой ситуации вам нужно будет вспомнить, что именно повлияло на рост, на прирост, на приход, на движение, на достижение, или хотя бы в тяжелые каталоги, ну, были, может быть, у вас тяжелый какой-то каталог, но вы все равно не упали ниже того, той планки, которая вот средняя. Помните, я говорила, сложить групповые объемы и разделить на 19, и вы меньше этого объема не сделали. Что там произошло, что там повлияло. Вы делали какие-то определенные действия, или вы соединили с кем-то. Вот здесь нужно будет наподумать, наподумать, прям вот наподумать. То есть, может быть, какая-то у вас была идея, может быть, вот что там было. И вот тогда, вот когда вы это выявите, то вот это будет для вас идея фикс. И вот эту идею вы должны, будете переложить на план действий. Потом начать делать. И успех однозначно гарантирован. То есть здесь мы выявляем только плюсы, и только то, что нам давало результат. Итак, на что мы обращаем внимание? Продуктивные шаги. Что повлияло на продуктивность? Первое. Какие методы работы дали больший прирост? Или большую стабильность? Может быть, приход новичков? Может быть, групповой рост? Может быть, рост лидерского корпуса? Может быть, рост именно личных объемов, увеличение ВИПов? То есть, какие методы вашей, вашей работы? Именно вашей работы. Какие методы вашей работы дали дальше больше, дали больший прирост? Вспомните их и запишите. Второе. Какие мотивационные программы сработали? То есть, дали возможность вам не упасть, а только вырасти? Может быть, эти мотивационные программы объявляли лично вы? Может быть, эти мотивационные программы объявлял ваш наставник? Может быть, эти мотивационные программы объявлял ваш директор или вышестоящий директор? Может быть мотивационные программы были какие-то от компании, вспомните их и запишите, потому что если даже компания или наставник ваш не будет объявлять вновь такие мотивационные программы, то желая вырасти и запланировав, вы можете для себя спланировать подобные мотивационные программы лично для своей команды, объявить их, потому что они вам в прошлом году, вот в этом году, не в прошлом, в этом еще пока году дали результат. Поэтому на 2018 год вы можете это объявлять смело. Какие шаги, какие действия, какая регулярность привели именно к результату, то есть, например, что-то вы запланировали, начали делать и вы достигли того результата, который вы запланировали, или приблизились к тому результату, который вы запланировали, обязательно напишите это, или, предположим, вы ничего не планировали, но что-то начали делать и опа, о чудо, у вас случился рост, у вас появились новые лидеры, у вас пришли новые консультанты, что такого вы сделали, что это, о чудо, случилось, запишите это чудо, запишите эти действия, потому что именно их лучше использовать в следующем году. Следующий фактор, какие мысли, именно мысли, какие ваши чаяния, то есть, то, о чем вы мечтали. Кстати, хочу сказать сейчас уже заранее, потому что я потом в конце вебинара вам скажу, Дарья у нас завтра будет давать открытый, Дарья Титова открытый вебинар, как раз по мечтам и чаяниям, как раз по тому, что нужно загадывать, и как с этим работать, и какие техники можно использовать, чтобы это действительно сбылось. Поэтому, ну это мы, я в конце вебинара скажу, расскажу вам. Так вот, какие мысли, какие чаяния у вас были, какая была самая мотивация, что именно, как вы себя мотивировали, какое именно обучение, что дало толчок к действиям. То есть, ваша задача найти самые продуктивные методы в своей деятельности в 2017 году и перенести в план на 2018 год. Тогда вам не нужно будет придумывать велосипед, вы просто повторите то же самое, но только будете это повторять регулярно, и тогда результат у вас обязательно случится и рост будет. Следующий момент. Если вы хотите вырастить в 2018 году, а там может быть и кризис, и много изменений, может быть и в компании много что другое, используйте только самое продуктивное, которое дает вам результат. Не изобретайте велосипед, делайте то, что вам приносит результат, то, что вам действительно приносило в этом году результат. И уберите из жизни свои те методы, которые вам не давали результата. Второе. В какой момент из-за чего вдруг началось падение или стагнация, если такое было, потому что не у всех, у многих был рост. У кого было падение, посмотрите, что там произошло. И уже знаете как, себе подстелите в следующем году, в это время какую-то, знаете, как подушку безопасности создайте к этому времени, чтобы этого не происходило. Третий момент. Третий момент. Что планировали и не доделали. Например, вы запланировали, например, какие-то действия. Ну, предположим, каждый день в соцсетях выкладывать два поста полезных, которые будут приводить большое количество людей в ваши команды. И, предположим, каждый день это не стали делать. Вот это запишите для себя. И потому что вот то, что вы не доделываете или не доделали, именно это может не... Или не дораздали каталоги, или не встретились с количеством консультантов, или не сделали прозвоны. Вот выявите эти факторы, это те факторы, которые в следующем году надо доделывать. Потому что они могут быть для вас очень полезными, очень эффективными. Но из-за того, что вы сами не доделали и не достроили, из-за этого они не сработали. Поэтому их нужно выделить и просто вот прям себя за шкирку взять, за шкварник и заставить себя это делать. Вы увидите через некоторое время, не сразу, через некоторое время вы увидите, насколько ваши результаты станут абсолютно другими. Какие эмоции, какое настроение, какие внешние факторы пагубно влияли на ваш результат. Если вы поймете, где вас щелкало, и вы выпадали из процесса, выпадали из деятельности, поставьте себе табу. Поставьте себе, знаете, как вот хлоп, как только вы туда опять начинаете идти, табу, стоять, не пойду туда, потому что может вызвать опять эти эмоции, и опять я повисну где-нибудь в пространстве, вместо того, чтобы двигаться. Обязательно определите для себя и запишите. Вы сейчас будете работать сами с собой, лично с собой. Здесь, конечно же, вы будете работать и с показателями, но и со своей душой, со своим практически телом, с внутренним миром, со своими мозгами, со своим вот что с вами произошло. И поработайте, запишите это в тетрадку. Это вам будет подспорье, это вам будет подсказка, что нужно делать обязательно и усилить, и ускорить, а что категорически нужно удалить из своих, своей жизни. То есть фиксируем и удаляем факторы неуспеха, которые никогда не принесут вам результата. Коллеги, если понятно, поставьте плюсики, двигаюсь дальше. Дальше, поставьте плюсики, понятно или нет. Осталось совсем немножко. Здесь я вам чисто, я понимаю, что я, вероятнее всего, вас сейчас загрузила. Я понимаю, что для кого-то это очень сложно, но я точно вам даю 100 или 200, даже 200 процентов гарантию. Если вы с этими показателями и вот в таком формате поработаете, то вы точно выявите все, что не помогло вам для роста. А если вы это выявите, то вы просто-напросто это вычеркните из своей жизни, потому что планируя свои цели на 2018 год, вы должны учитывать только то, чего вы хотите. Кстати, вот я говорю еще раз, что завтра Дарья будет Титова давать открытый вебинар. Кстати, сбоку у вас есть ссылочка, я сейчас вам сброшу еще в чат дополнительно. Это ссылка на вебинар, на который вы сможете прийти и уже поработать с техниками определенными. Как останавливать себя или как мотивировать себя. Дарья у нас психолог, она знает, как это делать, и у нее есть прям вот очень интересный материал, прям фишечки. Такие прям-прям-прям интересные очень, которые вам помогут. То есть, знаете как, вот сегодня мы с вами поговорили, и вы можете сегодня лечь спать и подумать. Я еще не заканчиваю, подумать на эту тему, то есть просто подумать и лечь спать с этими, переспать с этими мыслями. Завтра сходить на вебинар и выявить все те цели, все те мечты, все те желания, которые вы хотите реализовать в 2018 году и далее реализовывать в следующих годах. И уже на основу на этом сделать анализ 2017 года и переложить его на план действий и на бизнес-план 2018. Конечно же, нужно будет порисовать. Конечно, может быть не такие картинки, как вот рисует этот молодой человек. У вас будут свои картинки, потому что вот там прям будут картинки-картинища по всем действиям, показателям, решениям и многое-многое другое. Прямо порисовать надо будет, прям разложить так, чтобы вы все четко понимали. Вам необходимо будет написать вот прям вот куда идти. Но вот нашла прекрасную картинку, потому что на самом деле у вас может быть несколько планов. У вас может быть план А, у вас может быть план Б, план С, план В и план Е. У вас может быть несколько планов, потому что если вдруг, например, план А не будет срабатывать, вы всегда сможете перейти на план Б. Давайте посмотрим, что необходимо сделать и что необходимо будет вот прям реализовать. Первое, это обязательно разработать, разработать несколько планов для реализации своих целей. Именно своих целей, имена своих мечт, именно своих результатов. Вы пришли в компанию Фаберлик, и вы строите бизнес в компании Фаберлик, или вы пробуете работать в компании Фаберлик. В любом случае вы пришли в Фаберлик. Поэтому вам необходимо обязательно учитывать маркетинг-план компании Фаберлик. Обязательно. Поэтому первое задание, которое вам необходимо нужно будет сделать на 2018 год. Обязательно определите планку достижения к концу 2018 года. И того, какая квалификация к концу года у вас не то что должна быть, а какую вы хотите, чтобы ваши цели реализовались. И того, какой годовой доход у вас должен быть в 2018 году, чтобы ваши цели и ваши мечты реализовались. Именно реализация своей цели, какая цель, то есть будет у вас к концу года, или в процессе вашего движения по 2018 году. Потому что если мы работаем ради работы, ради денег, если мы строим бизнес ради только какого-то бескрайнего ощущения, вот мне это надо, я хочу достичь, если у вас нету цели, реализации цели, той мечты, которая у вас теплится в вашей душе, о которой поговорит завтра Дарья, то вы просто-напросто не сможете туда идти. Обязательно нужно, чтобы эта мечта реализовалась. И она может зависеть как от вашего статуса, это признание, точно так же и от вашего годового дохода. То есть, например, годовой доход такой, вычли расходы на каждый, на каждый период, на каждый месяц жизненный в ситуации там какой-то, остается вот такая сумма, и на эту сумму я смогу купить, приобрести то-то или то-то. Конечно же, мы с вами уже в 2018 году поговорим более четко по периодам, по планированию того года. Но прежде чем прийти на то планирование, у вас уже должен быть прописан ваше, прописано ваше видение, ваш бизнес-план ориентировочный, нескольких к планов достижения этих результатов. Второе. Разработайте несколько путей, планов, то, о чем я вам говорю. Какие они могут по достижению результата? Это может быть, например, я вот так назвала. Более щадящий, по чуть-чуть, медленно, но верно. Некоторые люди ставят себе грандиозные планы, и получается, не успевают где-то в процессе движения, и пропадает мотивация на дальнейшее достижение, потому что не успевают доделать. Поэтому, может быть, вам необходимо разработать один из, один из, например, план Б, медленно, но верно, по чуть-чуть. Это тот момент, тот маленький момент, который, знаете как, который вы будете обязательно делать, но, может быть, вы сделаете гораздо больше, но меньше этого вы не имеете права не сделать, иначе цель не будет достигнута. Медленно, но по чуть-чуть, исходя из вашего желания. Из вашей мечты. Второй. Ускоренный и дерзкий. Ну, тогда будьте готовы к тому, что действительно, это нужно, знаете как, пахать, как вот-вот пахать и пахать, через не хочу, через не могу, через не получается. Просто пахать. И это действительно ускоренный и дерзкий план. Это прописать необходимо будет через выращивание лидеров в своей структуре. И именно вот что-то такое, конкретные фамилии, конкретное количество и конкретная помощь конкретным людям. Делаешь раз, я тебе помогаю. Делаешь два, и я тебе помогаю. Делаешь три, и я тебе помогаю. Делаешь четыре, я тебе помогаю. И какова ваша будет помощь, и что будет вот это раз, Вам необходимо или подумать самому, или действительно связаться со своим наставником и директором, и пусть он подкорректирует вас и поможет вам, но лучше подумать все-таки вначале самому и задать вопросы своим директорам, потому что когда вы думаете сами, то вы по-другому реагируете на эту ситуацию, тем более основываясь на анализе 2017 года. Третий план, который может быть, это планомерный, командный, то есть через совместные действия, когда вы, например, соединяетесь или с параллелями и говорите, давай вместе, вот у меня маленькая команда, маленькое количество лидеров, которые могут действительно, например, что-то делать, обучать или еще что-то. И вы соединяетесь, вот как сейчас мы, у нас хоть не маленькое, но мы соединились в общее дело, и мы преподаем по очереди, хотя у нас разные команды. Мы объединились на общее дело, на командное взаимодействие. Точно так же можно на совместные действия объединиться с параллелями, это первый момент. Или объединиться со своим наставником, это второй момент. А может быть, как наставник объединиться со своими лидерами, потенциальными лидерами на общее командное дело, где будет у вас общая цель, общая цель достижения. И у каждого будут свои по цели внутреннего достижения. Тогда вы действительно будете рука об руку идти к этому. Как-то много лет назад я пошла в шеппинг и поняла, что пока со мной ходила моя подруга, в какой-то момент мне хотелось сказать, ой, я ей говорила, ой, ты знаешь, я так устала, ой, вот я сегодня не могу, ты знаешь, вот я не успею. И она мне говорила, знаешь что, мы с тобой договорились, давай мы пойдем вместе, я ведь на тебя рассчитываю. И мне приходилось собирать себя в кучу ради того, чтобы пойти, ну я не могла отказать ей, и мы ходили вместе. И были какие-то моменты, когда она говорила, ой, ты знаешь, у меня сегодня такая головная боль, может не пойдем. Я ей говорила, знаешь что, как это такое, давай пойдем, выпей таблеточку, поработаем, у тебя головная боль пройдет. Вот командное взаимодействие, она дает такое, знаете как, то ли пинок вот под зад, то есть вот стимул какой-то, она не дает вам схлюздить. Потому что перед командой вроде неудобно отказаться, ну как-то нехорошо. И в то же время дает мотивацию, потому что если люди горят, и у вас есть желание гореть. Поэтому вот это следующее, какой-то волшебный пендель, да-да-да, Настя, вот это планомерный, командный, через совместные действия может быть план прописать. И может быть совершенно что-то другое, которое вы придумаете самостоятельно. Может быть это какая-то будет система движения, может быть это какая-то будет система обучения. Вот здесь вы можете подумать, то есть сделайте несколько вот таких планов своего личного достижения. Зачем это надо? Вы будете четко понимать, вот вы взяли, запланировали дерзкий план, ускоренный. Вы пошли по нему. И понимаете, что дерзкий план в какой-то момент не срабатывает. Вы можете очень легко перейти на план по чуть-чуть, и вы четко знаете, что даже если я вот это чуть-чуть достигну, чуть-чуть вот это сделаю, я все равно к концу года медленно, но верно приду к этому результату. И тогда у вас проходит стресс, у вас заканчивается состояние, а, ну все, ай, и шашка на голод, да, уйду и ничего не хочу. Потому что у вас, знаете, как есть вроде как пути отхода, минимум план и план максимум. И вы можете, конечно, нехорошо бы было между минимумом и максимумом прыгать, но иногда такое бывает. У вас однозначно будет план минимум, который все равно приведет вас к цели. И будет однозначно тот план максимум, который будет вас постоянно, знаете, как пинать и двигать вперед. Поэтому сделайте себе несколько планов, пропишите их для себя, а потом поделитесь со своей командой и объединитесь в совместные, например, командные взаимодействия. Третье. Рассчитайте каждый план, рассчитайте обязательно. Вот если не будет у вас показателей, план не будет работать. Если там не будет цифр, ну не будет это работать. Хотим мы или не хотим, бизнес это, бизнес, особенно сетевой бизнес, это бизнес показателей, бизнес цифр. Бизнеса нет без цифр, поэтому обязательно необходимо сделать все расчеты по маркетинг плану, по количественному приходу и многое другое. Доходы, бонусы, поощрения, мотивационные программы. Все просчитайте. Запланируйте не фамилии, а количество лидеров за год. Сколько должно у вас количество лидеров вырасти за этот год? И на какие статусы лидеры эти должны прийти? Может быть, в это количество лидеров, которые вы запланируете, придут те, которые есть уже сейчас в вашей команде. Может быть, это появятся новые люди. Но когда вы планируете не фамилии, а планируете количество, то у вас практически, ну, если вы делаете все, что вы запланировали, то практически процентов 70-80 обязательно количество подтверждается. Могут быть форс-мажоры плюсы и минусы, могут быть, но однозначно появляются лидеры и однозначно появляются фамилии. Потому что вначале нужно планировать показатели, потом уже предлагать тем, кто есть в команде, потом уже приглашать новых людей на эти лидерские позиции. Но вначале обязательно планируются показатели. Следующий момент. Рассчитайте пути перехода из плана А в план Б. Чтобы вам не было страшно, обязательно по каталогам рассчитайте. Вот помните, я вам говорила, план минимум, план максимум. Что должно происходить между планом минимум, между планом максимум? Какие могут быть форс-мажоры, какие могут быть, знаете, как помогалки какие-то у вас, может быть, пеналки какие-то у вас, чтобы все-таки прийти к плану максимум. И что должно произойти такого, чтобы план минимум тоже сработал? Поэтому вот эти переходы, обязательно подумайте, что там может происходить. Знаете как, сейчас это получается голословно. Как только вы начнете это делать, вы действительно увидите вот эти переходы, и вы поймете, что вы можете, например, где-то себе дать слабину в какой-то момент. И сказать, хорошо, я это вот перенесу на следующий каталог, а в этом отработаю вот этот фактор. Соответственно, у меня план минимум получится. План максимум я именно благодаря следующим каким-то действиям в следующем каталоге отработаю, и план максимум увеличится. Поэтому вот начните вот это расписывать. Задача на 2018 год – это достижение цели любым путем. Не важно, что будет происходить. Не важно, какие факторы будут на вас влиять. Не важно, ваша задача – достичь результата, достичь той цели, которая сделает вас счастливым, счастливым, успешным, радостным и богатым. Вот это самая важная задача на 2018 год. Ну и я просто вам покажу, как это делается. То есть вы берете, например, как вы планируете, это я уже не раз говорила. Берете и планируете снизу, например. Ну это я здесь поставила 19-й каталог, потому что мы планировали на этот год, когда я давала эту тему планирования по периодам. Но вы планируете, исходя из конца года, и двигаетесь постихоньку сюда, в настоящее, исходя из тех показателей, которые у вас есть. То есть вы назад планируете те результаты, которые вам необходимы. Но я уже об этом говорила, поэтому я на этом не буду заострять внимание. Если кто-то не был на этом обучения, подайте заявку своим наставникам, они подадут мне. Я найду это видео, и обязательно вам дам, и вы сможете его просмотреть, просто как ресурс дополнительно, как это делается, планирование, исходя из конечного результата и приходя сюда, назад, в настоящую минуту. Важно здесь вот при планировании своих целей и задач. Первое, это именно план на год, 18 периодов у нас будет, и именно по квалификациям и по групповым объемам. Второе, это планирование действий под эти задачи и именно достижение целей, именно действия. Если будет план только количественный, только в показателях, а действия не будут прописаны, коллеги, ничего не будет. Вот честно, ну, нету волшебной палочки. Конечно, чудеса иногда случаются, но волшебной палочки нету. Вот как Настя написала, есть волшебный пендель, могу дать любому. Такой волшебный пендель, что знаете как, потом не говорите, пьешь птица гордая, пока ее не пнешь, а так она не взлетит. Надеюсь, знаете как, что для вас будет волшебным пенделем? Когда вы сделаете анализ 2017 года, это однозначно вам даст, может быть, не стимул, а ту злость, которая воодушевит вас на достижение. То есть разозлитесь на себя по-хорошему. Даже если вы приросли, даже если вы достигли больших результатов за год, все равно разозлитесь на себя по-хорошему. Скажите, а могла больше? А вот умею больше? А вот не сделала? А почему не сделала? Да потому что вот где-то плакала, хныкала. Да разозлитесь на себя. Вот разозлитесь на себя, не на то, что происходило, не на тех людей, которые окружают вас, не на те факторы, которые вас окружают. На себя. Да, да ёкерный бабай, вот не имею права. Да в конце концов, я достойна большего. Я точно это могу. А после этого, после этого, уже как раз пропишите тот путь к достижению цели. Вот этот круг успеха, точнее круг достижения, он известен всем. Я некоторые факторы просто здесь поменяла, более уточнила. Вначале вы ставите цель, и завтра вам поможет Дарья именно с мечтами для того, чтобы достичь цели. Ну то есть поставить эту цель, основываясь на мечте. Следующее, вы уже прописываете планирование, когда это должно быть, сколько это стоит и так далее и тому подобное. С кем вы будете вместе радоваться, вот именно планирование вот-вот-вот и по действиям. Потом вы принимаете решение, говорите, всё, извините, я стукнула. Если кого-то напугала или разбудила, извините. Но я правда хочу вас разбудить. Принимайте решение, всё, следующий год я не позволю себе падать, следующий год я не позволю себе отказаться от своих, напугала, извините, отказаться от своих вообще целей. Вот не важно, кто вокруг. Я ключевое звено. Я любимый сам себе человек. Я достойна большего. Я достоин большего. Я хочу это. То есть принять решение. Следующий фактор, именно организация тех действий, организация своей команды, организация. Организовать необходимо, чтобы это случалось. Это вот прописание планов. Это действительно вот этот анализ. Это всё, о чём мы с вами говорили. Вот это, знаете, какой скрупулёзный, противный самый труд. Но самый интересный. Потому что именно он может дать вот эту злость. Злость на себя и ту спортивную злость по достижению. Следующее, это обязательно реализация. Это те действия, которые необходимо будет делать по плану. Это то, что надо будет просто делать. И обязательно контроль. Контроль себя самого. Может быть, вы попросите своего наставника или директора, чтобы он вас контролировал. Если вы готовы на это. Потому что если наставник начнёт контролировать, ох, будет тяжко. Может быть, нужно всё-таки контроль самому себе сказать. Вот я буду. Но некоторые бросают себя под танк. Бросают и объявляют в соцсетях. Так, вот я, как вот недавно у нас Лидия Витушка сделала. Вот я себя бросаю под танк. И в соцсетях буду прям вот... Призови себя в армию. И я прям в соцсетях буду рассказывать, что я делаю. Что я должна сделать. Как я это сделала. Поэтому может быть такой контроль. Всё зависит от вашей цели. Если цель очень горяча. Если очень она высока. Если она такая, что вы без неё жить не можете. Устройте себе жёсткий вот такой контроль. Если она, конечно, такая, ну ладно, посмотрим. Ну, не контролируйте себя. Возможно, и не пойдёте туда. Но вот именно все эти факторы, они должны присутствовать в вашем плане. Именно в том пути к достижению вашей цели. Поэтому обязательно каждый должен быть. А ещё самое важное. Запомните, один в поле не воин. Один человек. Как бы он ни хотел, он никогда не сможет. Не сможет достичь максимума. Он сможет достичь минимума. Но максимума никогда. Потому что когда мы вместе, мы друг другу помогаем. Когда у нас есть команда, то мы болеем душой не только за себя. Мы болеем душой за тех людей, которые пришли в нашу команду. А болея за них, мы заставляем себя где-то вставать в 7 утра. Или где-то заставляем... Знаете как? Уже вроде не хочешь, а даёшь домашнее задание. Проводишь обучение. Идёшь на рекрутинг. Раздаёшь каталоги. Иногда мы почему-то делаем ради кого-то больше, чем ради себя. Вот когда мы создаём себе, набираем команду, нам вместе легче, нам вместе быстрее. И мы быстрее достигаем тех целей, которые хотим достичь. Поэтому соберите себе команду. Если вот как Галина вначале писала, я новичок, если у меня никого сейчас нет, значит, нужно собрать команду новых людей, которые придут в вашу команду. Прописать все вот эти вот идеи, планы, временные рамки вместе со своей командой, как будете реализовывать. Вот прям расписать планинг полностью, что будете делать каждый день, что будете делать каждый каталог, к чему будете идти. Именно совместные действия со своей командой, с командой, например, параллелей, усилят вас и дадут вам скорейший рост. Не бойтесь объединяться в общие команды, если даже вы в разных структурах. Объединяйтесь, потому что вы сможете друг другу помочь, потому что вы будете друг для друга дополнительным ресурсом. И знаете как, бывают всякие форс-мажоры, мало, не дай бог, заболел. И ваш партнер просто по бизнесу, даже если он не в вашей структуре, может вас заменить в этой ситуации. Он сможет поддержать вас в этой ситуации, потому что он будет точно понимать, что вы поддержите его в следующей ситуации. И общие проекты под усиление друг друга, для достижения высоких результатов, там, где будет общая цель и будут у каждого свои по цели, вот эта идея, вот эта вот совместная в прописанном плане обязательно даст реализацию и даст достижение ваших целей каждого. Я думаю, что сейчас ваша задача лечь спать, подумать, помыслить, чего на самом деле вы хотите. Потому что завтра Дарья, как правильно писать список желаний на 2018 год, даст такую вот волшебную технику. И она приглашает на открытый вебинар 20-12 в 5 часов по московскому времени. Потому что у многих будет, у кого-то обучение в 6 часов и далее, тренинги и какие-то вебинары, поэтому она специально это делает в 5 часов, чтобы у вас была возможность и посетить те обучения, и в то же время помечтать, в то же время запланировать именно цели и желания, и как это сделать правильно, именно вот сейчас время такое. Именно Дарья этому вас научит, а после этого уже переложить на цели, и уже сделать то, о чем сегодня я вам говорила. Коллеги, есть ли у вас вопросы? Потому что я закончила сегодняшний вебинар, и думаю, что, ну, не надеюсь, а думаю, что я вам была полезна. У меня огромная к вам просьба, напишите одно буквально слово, что для вас сегодня было важно и полезно. Или важно, или полезно. Одно буквально слово. И буду вам благодарна за эти слова, потому что я хотела бы понять, что для вас было сегодня ключевым. Одно буквально слово. Анализ Елена написала. Благодарю, Елена. Еще. Еще есть кто напишет мне, потому что это действительно очень важно. Коллеги. А остальные? Большое спасибо. Информация важная по планированию бизнеса на следующий год. Благодарю, Неля. Огромное спасибо. Смотрю, еще люди пишут. Полезно. Мария, а что полезно? Что именно? Полезно это точно, я думаю, что полезно. Может быть, где-то есть какие-то путаницы будут, какие-то вопросы. Не стесняйтесь, обращайтесь к наставникам, к директорам. Я думаю, что никто точно не откажет. Ну, благодарю всех, кто написал. Огромное спасибо за то, что вы пришли. Высоких вам результатов, коллеги. Отличных вам мечты, целей. Думаю, что в этом году мы еще с вами встретимся. Поэтому только вперед, только к высоким результатам. И только не нужно смотреть в сторону, что и где не так. Важно все. Нужно все переработать. Благодарю, Оксан. Спасибо, Татьяна. Раз планируем, с вами так и будет. Отлично. Большое спасибо. Планирование по периодам. Анализ, обзор всех результатов. И контроль на следующий период. Благодарю, важно, полезно, нужно. У меня всегда расчеты хромали. Пора уже начать. О, отлично, Настя. Благодарю. Коллеги, в следующем году обещаю обязательно дать вам более конкретные именно показатели планирования, как работать с показателями. Уже прямо именно с показателями. Дам такую тему, но это будет в следующем году. А сейчас высоких вам результатов, достижений, хорошего закрытия, отличного нового года. И прекрасного суперстарта в новом 2018 году. Давайте, удачи, до свидания и встретимся завтра.